Сегодня между Министерством здравоохранения и отечественными производителями подписан, я считаю, что такой исторический меморандум. Впервые в Казахстане налажен выпуск автомобилей скорой помощи, о чем мы долго говорили. Ценность этого меморандума заключается в том, что очень большая потребность отечественного здравоохранения в современных машинах. Это особенно касается реанимобилей, детских реанимобилей, которые мы испытываем общий дефицит. Всего нам нужно модернизировать парк скорой помощи по стране, это свыше 2700 автомобилей, которые нам нужно в ближайшее время модернизировать. В этой связи нужно сказать, что та гибкая ценовая политика, которую нам предлагают отечественные производители, и возможность создания автосервисных центров, что для нас очень важно и имеет значение, нас вполне устраивает. Поэтому в ближайшее время мы будем реализовывать данный проект. И думаю, что в ближайшие 3-5 лет наше здравоохранение, особенно городские, сельские, особенно станции скорой помощи, получат современные, оборудованные полным комплектом медицинского оборудования, машины скорой помощи. И для нас очень интересен именно подход наших производителей в том плане, что внутри этих автомобилей какое оборудование будет стоять, в каких климатических условиях данная машина будет работать, оно все согласовывается с Министерством здравоохранения, и каждая партия заказа будет рассматриваться индивидуально. На сегодняшний день очень важным принципиальным вопросом для здравоохранения является оказание квалифицированной медицинской помощи населению в самые короткие сроки. И чем быстрее мы окажем помощь в течение часа, это правило золотого часа называется, тем больше у нас шансов спасти жизнь больных, пострадавших. По официальным данным это позволяет снизить смертность до 42% от дорожно-транспортных происшествий. И для этого мы должны иметь современные модернизированные машины скорой помощи с нашими специалистами. Это позволит сделать хороший рывок для нашего здравоохранения именно в оказании экстренной медицинской помощи.